На неделе прошла еще одна значимая акция «Неделя леса». В главной зеленой инициативе также приняли участие работники предприятий, ученые, школьники. Это вклад в будущее разнообразие и процветание природы, как центрального региона, так и всей страны. В Минской области в этом сезоне запланировано высадить около тысячи гектаров леса, причем как хвойного, так и лиственного. Восстановление вырубок – основная задача сотрудников лесных хозяйств. Весь посадочный материал по специальным технологиям выращивают в питомниках области. За процессом обновления лесного фонда руками человека наблюдал Илья Цветков. На площади в 5 гектаров внутри густой лесной чащи сплошная вырубка хвойных культур. Сейчас площадка под открытым небом больше похожа на вскопанные грядки. Но благодаря доброй инициативе школьников и преподавателей Свислочской средней школы под руководством лесничих в будущем здесь зазеленеет густой сосновый бор. Делайте углубление, туда саженец ставите, потом рядом делайте ямку, трамбовываем, прижимаем и притаптываем. Старшеклассница Елизавета Аселивонец сразу откликнулась на предложение принять участие в акции «Неделя леса». Девушка бережно относится к природе и небезразлично к будущему родного края. С сосновым лесом, что неподалеку от Рудинска, у школьницы связано много детских воспоминаний. Сюда на пикник часто выезжали с родителями и ходили на вечерние прогулки. Это что-то особенное, очень красивое. И можно даже погулять по лесу, подышать свежим воздухом, выйти на прогулку. Для меня это самое лучшее времяпровождение. И для этого я сейчас сажу саженцы. Карту зеленых массивов, которые требовали свежего пополнения, определили заранее. В основном это места вырубки деловой древесины, а также пострадавшие от вредителей и ураганов участки. С последствиями сильного ветра приходится разбираться в ускоренном темпе и восстанавливать поврежденные зеленые зоны. Вот так выглядит сосна обыкновенная на старте своего роста и развития. Для того, чтобы достигнуть размеров своих старших собратьев высотой до 30 метров, ей понадобится около 80 лет. И все это время саженцы будут оберегать от воздействий стихии и, возможно, человека, для того, чтобы передать новые деревья новым поколениям. Большинство участников зеленого форума присоединились к неделе леса не в первый раз. Белорусские атлеты заботятся о будущем своей страны не только на спортивных площадках. Так, к примеру, в Вилейском опытном лесхозе можно было встретить в том числе и олимпийских чемпионов. Фристолиста Антона Кушнира, Гребцана Каноэ, а сейчас председателя Белорусской Федерации хоккея Александра Богдановича, представительницу борьбы, титулованную Василису Марзалюк. Также и другие атлеты, сотрудники Национального олимпийского комитета и Министерства спорта высадили саженцы хвойных пород деревьев. Это всегда важно, поддерживать свою природу, заботиться. Тем самым мы принимаем участие в нашей природе, в экосистеме Беларуси. Для того, чтобы мы поддерживаем, мы помогаем возрождать лес, который был либо поломан ураганами, либо вырезан. То есть мы закладываем будущее для наших детей, для наших потомков. А в Логойском районе свой вклад в обогащение природы внесли депутаты палаты представителей. На дно из делянок высадили сосну и березу. Всего на 4 гектарах более 30 тысяч саженцев. На лесные плантации саженцы везут из питомников. Здесь маленькие сосны, ели, ясени и клёны проводят свой первый год жизни. Будущие деревья выращивают разными способами. В том числе используют метод закрытой корневой системы, когда каждый сеянец набирается сил в собственном домике. Используют и проверенный метод выращивания в открытом грунте. Микс технологии помогает создать более пышный, зелёный, устойчивый к изменениям климата лес. Здесь ещё у нас стоит поливочная система, которая постоянно через какой-то промежуток времени поливается. Это всё пропалывается, удобряется. И в итоге у нас получается вот такая красивая сосна. Самая основная цель – создание лесовод именно качественно и в необходимые сроки. Вот видите, какая короткая сейчас весна у нас получается. Нам буквально в течение двух недель надо завершить нашу посадку. Так как и переживаемость наших культур и всего, скажем, их дальнейший рост от этого в многом зависит. Ну и, соответственно, качество посадочного материала. Поэтому используем, безусловно, самое лучшее достижение нашей науки. Итог важного для каждого экологического марафона в Минской области – около тысячи гектаров нового леса, хвойных и лиственных пород. А это около шести миллионов деревьев. Илья Цветков, Александр Якубовский, Андрей Гордобоев. Новости. Центральный регион.